А теперь, пожалуйста, сделайте видеообзорчик. Так, вагон, отбавайте тех, в том числе и девочек, снимая. Ну вот. Хочу обойти внимание сразу, что место для козохранилища пустое. Почему? Это не означает, что лаком не культован. Это книжки используют не только для растопки печки. Ну да, не только чтобы поставить галочку, что мы поставили наше здание, а больше книжек нет. Деньги отбили. Книжки будут доступны, как нам пообещали, только через несколько дней. Может быть, частично. А если не сказали, что все. То есть надежда, что сегодня вы возьмете, закажете галочку и получите ее сегодня, через 20 минут. Никакую. Просто никакую. Потому что книжки почему-то недоступны для тех. Всех переносили, переносили, перетаскивали, перетаскивали. Потом они недоступны. Но чем это объясняется, это такие военные тайны, большие военные тайны. Тайны еще похлеще, чем продажи банка цитадены. Они похлеще, они спокойные такие, никому не нужные. Потому что все понимают, что замк света это не был светоч науки, светоч культуры. Это был просто объект и куча бабок. И надо было камера набить. Только это главная цель. А все остальные побочные. Это заметно в чем? В том, что надо было кучу денег выложить в сканирование книжек. Банально. Сканирование книжек, хотя бы первые 10 страниц. Отсканировали уже, так сказать, можно с этим работать как-то. И выложить бесплатно в интернете. Вот такая замануха должна была быть. Ты смотришь через интернет, там 10 страниц, тебе эта книжка интересует. И ты приходишь сюда. Читаешь ее вживую. А поскольку это не было сделано, то получается, что мы должны эту книжку заранее знать, что она есть. Почему? Потому что почему-то используется старая-старая библиографическая интернет-система поисковая, Алиф. Ей, наверное, уже лет 15. Вот она как осталась там 15 лет назад, так и осталась. И она не масштабируемая, не изменяемая, невозможно приспособить к новому, сегодняшнему интернету. Ну, конечно, вы научитесь ей пользоваться, подойдете к несчастному, так сказать, дежурному, он вас не пошлет, он вас не пошлет к инструкции или к видео инструкции. Что, в принципе, логично сделать, но сделайте видео, как нужно пользоваться каталогом. Не особо тупых, да. Ну вот, чтобы так вот, вот сюда нажимаем, сюда нажимаем, сюда нажимаем. Человек показывает видео. На русском языке, латышском, английском, немецком, ну что это, так сложно сделать. Людей таких нет образованных. Да есть, конечно, есть. Вот. То есть, тогда человек, даже в интернете сидя, сможет посмотреть это видео, что это алиф нормальная система, и будет пользоваться этой допотопной системой. Ну ладно, бог с ней, пусть допотопная, но а вот. А так вам приходится самому к консультанту подходить, объяснить мне, пожалуйста, тупые мы такие. Ну, конечно, консультант расцветает, что у тебя услуги нужны. Да. Не зря запросто получает, да. Приобщиться к великим просторам культуры. Там единственный минус этой алиф системы, что если вы введёте до поиска 2014 год, вы можете случайно наскочить на весь список книжек, которые закупили, закупило государство для библиотеки. Если вдруг внезапно оказывается, что на 666 книжек только две на русском языке, ну, извините. Извините, подвиньтесь. Все-таки у нас библиотека называется Латвийская национальная библиотека. Она не государственная, в советской войне была. Государственная, тут государство владелец. А владелец этой библиотеки... Латвийская нация. И совсем недавно, в Преамболе, в Ксатвовске было написано, что есть ядро Латвии. Латыши. Все остальные, это как бы предатки. Это не соль важные, не существенные. Ливы, русские, цыгане, это всё, ну, соль важно. Латыши будут, всё остальное будет. Остальных не будет, ну, обойдёмся. Да. Именно поэтому, именно для латышей эти библиотека и сделаны. На латышском языке всё. Минимум текста на русском языке. Слава Богу, пока ещё консультанты отвечают на русском языке. Это очень приятно. Пока ещё мэр Ушаков. Нет, просто они не уволились, они не уехали. А подрастёт новое поколение, которое в школах не учит русского языка, всегда придёт работать, ну, который мальчик, 18 лет. Он нафиг не надо будет отвечать на русском языке. Он будет на английском отвечать, ну, чтобы учить в школе. То есть, пока опытный кадр, старый, всё будет нормально. Что порадовало? Порадовало, что выдаётся бесплатная карточка. Покажи. Она потерялась. И к ней выдаётся секретный пароль. Ну, только некоторым. Вот такая карточка, знаете? Ой, не та, парадон. Это наша рига, это карточка по поездке. Ну, не бесплатная рига. А эта карточка, наверное, потеряла. Вот. Кстати, между прочим, до сих пор я так и не понял, что запрещено билетель. Единственное, я понял, что сюда будет заходить с этим самым, с автоматом, пулеметом, калашником, не рекомендуется. Но не запрещено. Ну, пока не запрещено, пока кто-то не пришёл. То есть, с надзунными шариками, допустим, можно заходить или нельзя. Я не знаю. Ну, допустим, я взял пять надзунных шариков, взял розочки и решил вот здесь провести банкет. Постал шампанское, девочек посадил, так сказать, и мы, так сказать, гуляем. Ну, нормально, творческая идея, так сказать. Девочки гуляют, мальчики уставляются и так далее. Видеокамера записывает. Можно на видеокамеру записывать нашу эротическую сессию? Они эту раздевались. Ну, конечно, конечно, на фоне риги, всё культурно. Зачем это делать? Вон там, где холодно. Вот здесь, где культурно. А потом, может быть, другие девочки к нам посоединяются. Вот из зала, так сказать. Это номерок из этого. Ааа, номерок бесплатный, слава богу, пока ещё. Я не могу найти свокаточку. Айденель. Неужели я попал? Все, новое надо уписать. Фамилию не буду указывать, это будет реклама этого типа. Что здесь хорошо? Здесь есть этот тип. То есть, нас бесплатно фотографируют. И, значит, есть ID, 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 ID номера. Благодаря этому ID номеру сюда можно в компьютер зайти и заказать книжки. То есть, в этом библиотеке отличается от того, что там было 10 лет назад. 10 лет назад нужно было что делать? Надо было на каждом листочке заказать каждую кучку. Эти листочки уходили в хранилище. И потом приходил ответ, что, мол, заходите тут через 2 дня, через 3 дня, через неделю, через месяц. Ну почему? Если книжки всё время здесь же хранятся, они же не выдаются. Это здесь. А вот в старой библиотеке была эта проблема. Она была раскидана там по 6, 7, 8, 10 отделений. Там карты в одном периоде, где-то в другом. Старой книжке в третьем. И добраться до старой книжки можно было только через неделю. Потом оказалось, что она вам не нужна. Что здесь ещё? Освещение. Замечательное. Не знаю, как будет, когда будет технический доступ. Он всегда уже забитый. Если бы потому, что там ноутбуки у всех стоят, на кто хочет, проблем, как правило, буквально нет. Какие работы. Лайфлай, правда, к сожалению, здесь нету для стакана. Ну, не берёт. Можно не работать с интернетом. Есть свой ноутбук и пары, вводящий сюда. Это надо проверить. Это можно будет проверить потом. То есть, когда вы сюда заходите, вам на входе, когда показываете свой пропуск, выдают секретный пары. Я так понял, он разовый. Вот пришли вы, заказали книжки. Когда вы уходите, он теряется. То есть, следующий час будет новый. То есть, насколько я понял, это вы дома не сможете его использовать. Хотя это интересный вопрос. Надо будет на выходе спросить. А вот домой я пришёл, из дома хочу заказать книжку, раз мы всем в интернете. Можно ли это делать или нельзя будет делать? Ну, это метод обтыка. Было бы, конечно, неплохо дома сидя, заказать книжки, получить ответы. Книжка будет там через два дня, допустим, привезена. Через два дня и приезжает. Ну, возможно, некоторые раритетные книжки. Там советская крайняя будет литература. Ленин, Сталин, Мао Цзэдун. Может быть, это спрятано в далёких хранилищах. Где доступа пока нет. Ну, пока это, может быть, полгода, может, пять лет. Ну, не важно. Пока мадам Зайцева заявляла, что есть книги, которые советские периоды, которые просто недоступны. Ну, извините. Главное, Белезрека построена, раздана. Это самое главное. Раздаст стоит не нас библиотека, а замок света. Тут света действительно много. Приходите, развлекайтесь, приобщайтесь. Здесь... Единственное, я не нашёл здесь пока ещё столовки или кафеюшки. Мы сейчас пойдём искать. Ну, что? Следующий ролик сделаем.